Интервью с Палачом. В бывшем СССР тема исполнения смертных приговоров была закрытой. Непосредственные же участники этого процесса давали подписку о неразглашении. Но сегодня того государства и органов, которым они давали подписку, нет. И человек более двух с половиной лет, приводивший в исполнение смертные приговоры в Азербайджане, бывший начальник учреждения УА-381 УИТУ МВД АСССР Халид Махмудович Юнусов рассказывает. Обычно из Верховного Суда нас заранее предупреждали о таких заключенных. К нам они поступали только после вынесения им смертных приговоров. Это сейчас на каждого заключенного наручники одевают, а тогда только на приговоренного к смертной казни. Я как начальник тюрьмы был обязан его принять, предложить написать прошение о помиловании, если же он считает приговор необоснованным. Мы, я и другой сотрудник, который в тот момент оказывался рядом, составляли акт об отказе осужденного написать прошение о помиловании, которые отправляли также, как и заявление с просьбой о помиловании, прокурору по надзору в прокуратору республики, которая в свою очередь направляла все эти заявления в Президиум Верховного Совета в начале республики, а потом СССР, там существовала специальная комиссия по рассмотрению. Пока она рассматривала заявление осужденного, человек находился у нас. Сколько обычно проходило времени с момента вынесения приговора до приведения его в исполнение? По-разному, три месяца, шесть, бывало и до года. Из Министерства внутренних дел приходил специальный пакет с указом Верховного Совета, в котором примерно говорилось, ваши прошения о помиловании рассмотрено. В таком случае смертную казнь заменяли на 15-летнее тюремное заключение. Или же, приговор привести в исполнение? Мы вызывали заключенного и объявляли ему это. За тот срок, что приговоренные находились у нас, они менялись до неузнаваемости. Если вначале они еще на что-то надеялись, то потом день за днем, они каждый шаг различали. Пятый корпус, Байловской тюрьмы, куда сажали смертников, был очень маленький. Существовал специальный приказ под грифом «Совершенно секретно», я сейчас его номер не помню, который находился у начальника тюрьмы. Согласно этому приказу МВД СССР, смертников следовало содержать в одиночных камерах, в исключительных случаях по два человека, если мест не хватало. Это сейчас по пять-шесть человек запихивают. Раньше не положено было, так как это могло привести к всевозможным эксцессам. В пятом корпусе контролеры, чтобы исключить возможность их общения с заключенными, сговора с ними или мало ли чего еще, проходили спецотбор для работы со спецконтингентом. Смертникам, как говорится, терять нечего, убывают на тот свет, а утечки информации быть не должно. Я давал подписку о неразглашении этой тайны, но сегодня нет тех, кому я ее давал, нет ни Советского Союза, ни МВД СССР. К приговоренным к смертной казни родственники допускались, только с разрешения председателя Верховного Суда. Случалось ли за годы вашей работы, чтобы смертник умер до исполнения приговора? У меня за неполные три года был всего один такой случай. По делам Миви Теревес, например, по пятьдесят человек сажали. По этому делу было приговорено и к расстрелу. Но у него обнаружили чарок горла, отчего он и умер. Как часто выносили решение о помиловании? Таких случаев было два. Например, помню, помиловали молодого парня из Белокан, он одного убил, а другого тяжело ранил. Дело было так, пришел он только из армии, двадцать один год, работал трактористом. Пашет землю, подъезжает к нему то ли главный инженер, то ли еще кто из начальства, чего ты не так вспахал, и заругался на него матом. Парень схватил монтировку и разможжил ей череп, ранил его шофера, поспешившего на помощь, тот получил тяжкие телесные повреждения. Он не стал писать прошения о помиловании, заявив, виноват, пускай расстреливают. Я позвонил прокурору по надзору, который, увидев его, решил, что парень должен использовать свой шанс. Отсидит пятнадцать лет, сказал он мне, в тридцать шесть выйдет, молодой еще будет. Он уже, наверное, вышел. По телевидению показывали, как человек проходит специально отведенную комнату, встает спиной к двери, на которой открывается форточка, и ему стреляют в затылок. У нас было не так. У нас убивали очень жестоким способом. Сама процедура была не отработана. Я даже по этому вопросу обращался к министру МВД. Он обещал направить меня в Ленинград, где была другая система, но его убили. Делалось это так и до меня, и мне тоже, как говорится, по наследству передали. Происходило все ночью, после двенадцати часов. Обязательно должны были присутствовать начальник тюрьмы, прокурор по надзору. Может, мы какого-нибудь подставного расстреляем, а преступника отпустим за миллионы. Кроме тех, кого я назвал, при исполнении приговора должны были присутствовать врач, начальник медицинской экспертизы, который констатировал факт смерти, и представитель информационного центра, занимавшегося учетом. Мы составляли акт, обязательно я и один из участников группы, которая исполняла приговор. В МВД Республики была такая специальная засекреченная группа, которая состояла из десяти человек. В те годы, что работал, в ней я был старшим. У меня было два заместителя. Первый заместитель приговоров в исполнение не приводил, боялся крови. Он до этого работал где-то в ОБХСС, а потом пробрался сюда на должность зама начальника тюрьмы. Другой потом умер, видимо на него подействовало это все. Мой заместитель должен был по положению хотя бы раз в течение квартала заменять меня, чтобы я мог как-то отвлечься от этого кошмара. У меня за три года работы было человек тридцать пять. И ни одного квартала, чтобы никого. Один раз было шесть человек. Забирая осужденного на исполнение приговора, мы не объявляли ему, куда ведем. Говорили лишь, что его прошение по милованию указом Президиума Верховного Совета отклонено. Я видел человека, который в тот момент посидел на глазах. Так что, какой бы внутренней силы человек ни был, в тот момент ему не говорили, куда въедут. Обычно, иди в кабинет. Но они понимали, зачем. Начинали кричать, братья, прощайте. Жуткий момент, когда открываешь дверь того кабинета и человек стоит, не проходит. Кабинет небольшой, примерно три метра на три, стены из резины. Когда человека туда заводят, он уже все понимает. Весь кабинет в крови. Он весь закрыт, наглухо. Только маленькая форточка. Говорят, даже когда барана связывают, он понимает зачем. Даже слезы на глазах бывают. Люди реагировали в тот момент по-разному. Бесхарактерные, безвольные сразу же падали. Нередко умирали до исполнения приговора от разрыва сердца. Были такие, которые сопротивлялись. Приходилось сбивать с ног, скручивать руки, наручники одевать. Выстрел осуществлял с револьвером системы наган почти в упор в левую затылочную часть головы и в области левого уха, так как там расположены жизненно важные органы. Человек сразу же отключается. В вашей практике было, чтобы человек в тот момент уклонялся от пули. Нет, нас же было двое или трое. И потом надо же умеючи стрелять, чтобы он сразу умер. В фильмах встречается сцена, в которой приговоренный внешне спокойно становится на колени, опускает голову, если это женщина, то даже убирает с шеи волосы. В действительности так тоже происходит. Был случай, дядя и племянник, скотокрады, убили двух милиционеров. Одного из них не сразу, так как тот умолял не убивайте, у меня трое детей и еще двое детей моего умершего брата. Негодяи, я таких просто за людей не считаю. Смотрю на парня, а он, это дядя, не я. Дядя ранее пять раз судим был, здоровяк, у него шеи не было, мы на руки не могли наручники надеть, такие запястья широкие. Однажды он, отжимаясь, под потолком повис и тревогу поднял. Стражник открыл камеру, он бросился на него. Тогда мы на него вчетвером навалились. В общем, завели парня в кабинет, а он никак не хотел на колены становиться. Пришлось применить силу, сбить с ног. Он упал, ударился головой о бетонной половина. Ему всадили семь пуль, голова у него была размозжена, мозги во все стороны. Я даже подумал, что халат надо было надеть. Он же еще дышал, здоровяк. Ему не преступником надо было становиться, а как-нибудь на добро свои способности использовать. В общем, дышит. Вдруг меня, сам не знаю откуда, осенило, подошел. Под лопатки два выстрела ему дал, в легкие. Потом племянника привели. Он, как увидел труп, тут же упал. Врач констатировал, не надо, уже готов. Мы на всякий случай сделали три контрольных выстрела. После такой работы я, порой, по неделе в себя прийти не мог. Сейчас рассказываю, а вся эта картина перед глазами стоит. Бывали ли случаи, когда вам становилось жаль приговоренного к смертной казни? Был директор ассака лимонадного завода в Белоканах. Лимонады с его завода на съездах фигурировали. Но потом что-то случилось, ему дали хищение. Он долго сидел в тюрьме, был очень набожный и справедливый человек. Разрешили ему молиться, дали маленький коврик. Пять раз в день намаз делал. И говорил старшине, они в хороших отношениях были, я знаю, меня расстреляют. Когда повели его на расстрел, даже наручники не надели. Он сам спокойно лег и сказал, я знаю, что по справедливости. Я, например, против того, чтобы за хищение давать смертную казнь. Вот был из нахичевания один человек, отец одиннадцати детей. Мы рассуждали тогда между собой, ну, расстреляют человека за хищение, а у него столько детей. Как они вырастут? Кто будет их кормить? И потом, это же одиннадцать врагов этого государства, общества. Когда пришло на него помилование, ему на пятнадцать лет заменило и, он свалился прямо под ноги. Я посчитал, что ему оставалось отсидеть четырнадцать лет и столько-то дней, сейчас не помню уже, сколько привели его в чувства. Я не за себя, говорил он, за одиннадцать детей. В аргументах и фактах была статья кто, где и как совершает смертную казнь. Там о шансах палача было написано, что они с ума сходят, теряют рассудок. Понимаете, я этих расстрелянных за людей не считаю, подонки. Я хотел даже себе картотеку сделать, но потом сказал, у их, к черту. Вот посмотрите на фото этого казненного. Молодой. А что он сделал? Изнасиловал и убил свою дочь. А вот на этом фото, Рамин. Он со своим напарником убил шофера автомашины и тело бросил в канаву. Они у автовокзала брали клиентов, начинали разговор. Если замечали по ходу, что человек состоятельный, то заводили в какую-нибудь глухомань, убивали и труп выбрасывали. Этот Рамин прежде в колонии сидел, пять судимостей имел и там еще одного человека проволока и убил. На него быстренько пришло решение. Родственники расстрелянных приходят, а их уже нет. Был у нас такой философ. На следующий день после того, как его расстрелял и, пришел его отец. Суббота была, он зашел ко мне на прием и видел во сне, что одеваю его в белое. Он почувствовал, нет, говорю, не волнуйся, его взяли в Верховный суд, обращайся туда. Был еще такой случай. Двоих должны были казнить, а накануне один из них спросил меня, в отношении меня ничего нет? Видел сон, что уводит меня. Я как раз получил пакет, в сейфе он лежал. Вскрываю, а в нем их фамилии. Как это назвать? Но почему родственники не должны были знать, что человека уже нет в живых? Взять тело и похоронить самим? Не знаю. Может быть, чтобы не ожесточать людей? Вот байки рассказывают, что в Сибирь посылали. На рудники. Это надежда какая-то. Но место захоронения они говорили. А где оно было? 20 лет уже прошло с тех пор. Тогда было рядом с одним из кладбищ, в 40-50 километрах от Баку. А что сделал философ? Он преподавал в одном из районов. Познакомился поближе со своей ученицей-десятиклассницей. Обещал жениться, отвезти в Баку и фактически с ней сожительствовал. А через какое-то время она услышала, что он сватается к другой девушке. Сказала, что пойдет жаловаться на него в портком. Тогда он взял гантель, завел ее к ганулой гель, убил на берегу озера и бросил труп в воду. Он долго отпирался, но потом ему доказали. Умудрился в камеру Томик Ленина пронести. И скажу, у него сзади сила была. Два раза получал из Москвы телеграммы о приостановлении исполнения приговора. Вот этот, опять фото, смотрите, молодой парень, уроженец Ген-Джи, 55-го года рождения, беспартийный, 8 классов образования, холостой. Ранее судим несколько раз. В Саратове совершил убийство 63-летней гражданки, предварительно изнасиловав ее. А затем убил своего армейского друга, завмага. В тюрьме пытался бежать, он, дурак, не знал, что двери запираются двойными ключами, один находится у контролера, а другой у меня. Без двух ключей никак не откроешь. Дежурным, был один старослужащий, последнее дежурство было у него, мы ему даже почетную грамоту приготовили. Попросил парень у него воды. Охранник не должен был открывать, но просто человечность проявил, открыл кормушку и протянул воду в пластмассовой кружке. Парень схватил его за шинель, хотел вывернуть, заломить руки и взять ключи. Но старшина уже 25 лет прослужил, опытный был, шинель оставил у него в руках, вывернулся и тревогу поднял. Тот, как оказалось, умудрился арматуру приготовить, хотел убить этого старшину. Вот Велиев Гамит, показывает фото. Этот человек, ночью убил жену, трехлетнего и годовалого детей. Она ему якобы изменяла. И как такого типа жалеть? Рассказывали вы и члены вашей группы кому-нибудь, какой работой занимаетесь? Никогда. Работаю в тюрьме, и все. А ваши близкие знали? Жена у меня догадывалась. Бывало, приходил домой сам не свой. У нас даже в уставе статья была, по которой за каждое приведение приговора в исполнение положено было 250 граммов спирта. Я вам что скажу, я не до этого, ни после даже курицу не резал, не могу. А почему вы пошли на эту работу? Понимаете, назначили? Я 6 лет до этого ловил взяточников и надоело, только врагов себе наживал. Начальство, зная мою работоспособность и принципиальность, отправило меня в отдел спекуляции сельского хозяйства. Меня кидали на каких-то тузов моими руками гробить их. Ну, одного, второго я угроблю, а потом мне автоаварии устроят, и все. За министра внутренних дел Азербайджана Кизимов, курировавший тогда эту область, отправляя меня уже на эту работу, спросила «А ты не боишься?» Я ответила «Я на железной дороге работал, там трупы людей приходилось собирать, фотографировать, бывало по кускам собирал». Он знаете что сказал? Это мертвых людей. Ты молодой еще. Мне 35 лет было. А работа как в армии, кто послушный, на того и грузят. Это жизнь такая. Я говорю, а что, приговор будет. Так что все на законном основании. Только потом я задумался над этим вопросом. Это же фактически узаконенное убийство. Государство судит человека за то, что он убил другого человека, а само в то же время становится преступником. Но вы же сами только что сказали, что почти все они вызывали у вас чувство омерзения и, по-вашему, достойны смерти. Или надо было, чтобы они и дальше убивали других? Я бы казнил отъявленных убийц. Но если человек убил по неосторожности или в порыве гнева, то нет. За экономические же преступления, вообще расстрел не должны давать. Обычно в фильмах у смертников спрашивают, ваши последние желания? В действительности тоже так бывает. Одним из первых расстрелянных у меня был молодой парнишка, из городских. Он дядю своего убил, а потом воткнул пальцы трупа в розетку и якобы тот оттока умер. Когда его в последний раз вызвали на допрос, спросили, какое будет последнее желание. Формально обычный спрашивают. Он попросил папиросу. Желание то спрашивают, но кто его выполняет? Если попросит закурить, то да. А если захочет застолье? Это же нереальные вещи. Ну, может, попросит передать что-то близким или последний раз увидится с кем-то? Нет, у меня таких случаев не было, только про сигарету помню. Вы рассказывали о случаях, связанных с мужчинами. А женщин приходилось расстреливать. При мне женщин не было. А почему вы так мало работали? Всего три года. После убийства министра МВД Арифа Гейдарова произошли перестановки, но, вообще-то, на этой должности долго не работают. Со слов старослужащих я слышал, что один из работающих до меня в связи с этими расстрелами получил психическое расстройство. Тогда приказ был, кто сверх потолка проработал пять лет, давали звание полковника. В дом отдыха отправляли. Были такие в Подмосковье, но лично я там ни разу не был. Начальник тюрьмы обязательно должен был принимать участие в проведении в исполнении смертного приговора или это только вам было поручено? По уставу начальник должен был быть обязательно. А как вы сами все таки думаете, есть какие-то особые качества, которые требуются людям на этой работе, ведь не каждый же сумеет. Над этим я тогда не задумывался. Потом уже понял, что это узаконенное убийство. Ведь и Коран, и Библия говорят, жизнь дана Богом и Богом отбирается. Согласен, Совет Европы правильно требует ограничиться пожизненным заключением, но это же нужно обеспечить. Бывали в вашей практике случаи, когда только после исполнения приговора становилось известно, что казнили невиновного. В моей не было. Вообще, в Азербайджане я о таком не слышал. Судобные ошибки или фальсификации дел были. Про Чикатило читал, что там вначале расстреляли невиновного человека. Недавно слыша Эль по телевизору про электрический стул в США, за столетнюю практику в использовании 25 человек было казнено ошибочно. Нет, лучше отпустить 100 виновных, чем осудить невиновного. Может приговоренный к смертной казни попасть под амнистию? Нет, у нас система другая. В литературных произведениях и кинофильмах перед приведением приговора в исполнении осужденному дают возможность встретиться с Млой или священником, который наставляет его, отпускает ему грехи. Это практиковалось. Ну что вы! Люди в те времена, когда свадьбу справляли или поминки, боялись Млу позвать, из партии могли исключить. А насчет литературы? В той же статье в аргументах и фактах писали, теряют рассудок и палачи. Психиатры утверждают, что редкий человек может остаться в своем уме после четвертого по счету убийства. Так что исполнители приговора тоже ждет жестокое наказание. А вот у меня 35 было. Пишут еще, что тем, кто должен привести приговор в исполнение, не разрешают сообщаться со смертниками, чтобы у них не проснулись по отношению к ним какие-то дружеские чувства. Это так? Нет, я общался, но как положено. Следил за тем, в каких условиях содержится. Заключенный мог сказать, что у него болит, я должен был вызвать врача, он же человек. Но другого общения не было, в кабинет я его не приглашал чай пить. Можно определить среднюю возрастную категорию казненных. Я не следил за этим, но, в среднем, наверное, лет 30-40. Молодые раза два попадались. Самому старому было 63 года. Он бросил семью, женился на другой женщине. У этой женщины была дочь, которую он вначале изнасиловал, а после придушил. Когда мать девочки, его жена, пришла, он ее тоже убил. Отличаются условия содержания смертников от условий других заключенных. Да, у них многое иначе. Им передачи не положены. Общения с внешним миром нет никакого. Гулять не выводят. Только раз в сутки в туалет. И все. Вы сказали, что согласны назвать для печати свою фамилию. Вы не думаете, что, может, ваши дети не захотят, чтобы об этом кто-нибудь узнал. Дети, как говорится, за отца не отвечают. И отец за детей не отвечает. Это мое. Эту школу я уже прошел. Эту жизнь я уже прожил. Ее уже никто меня не отнимет. Понимаете, это было. Зачем я должен скрывать? Я считаю, что каждый нормальный человек знает, где и что делается, или хотя бы должен знать, зачем людей обманывать, пусть правду знают. А на оплату эта работа влияла? Да, платили больше. По 100 рублей членам группы и по 150 рублей непосредственному исполнителю раз в квартал. Вы, наверное, не верите в существование загробного мира, бессмертия души, поскольку видели 35 смертей. У вас после этого изменилось отношение к человеческой жизни? Понимаете, когда перед исполнением читаешь смертный приговор, узнаешь, что он сделал, это туманит сознание. Я представлял, чьи-то он так мог поступить с моим братом. И такой гад должен по земле ходить. А цена жизни. Точка. Цену жизни он сам себе определил. Точка. А что до моей жизни, я понял, что мне просто тяжелая судьба выдалась. Я знал, что люди сидят и на должности по хляче, и знают меньше меня, может быть, и хуже меня. Но им повезло. А мне вот грязная работа попалась.